Все повести временных лет В основу первоначальной редакции легли ранние исторические записи, легенды, фольклорные рассказы, поучения и записи монахов, так называемый древнейший свод, который в 1073 году дополнил монах Никон, один из создателей Киевского Печерского монастыря. Затем в 1093 году игумен Киевского Печерского монастыря создал начальный свод, который использовал новгородские записи и греческие источники, хронограф по великому изложению, житие Антония и другие. Нестор переработал начальный свод, расширил историографическую основу и привел русскую историю в рамки традиционной христианской историографии. Он дополнил летопись текстами договоров Руси с Византией и ввел дополнительные исторические предания, сохраненные в устной традиции. Повесть представляет собой крупное сочинение, которое описывает события, происходящие на Руси, начиная с прихода первых славян и заканчивая XII веком. Сама летопись не является цельным повествованием, она включает в себя исторические записки, погодичные статьи, начиная с 852 года. Одна статья рассказывает о событиях, произошедших за один год. Исторические документы, поучения князей, жития святых, народные сказания. Причем события, рассказанные в летописи, не истолковывались, а просто пересказывались максимально бесстрастно. Задачей летописца, считал Нестор, передать все то, что происходило, но не делать выводов. Повесть можно условно разделить на три части. В самом начале рассказывается о библейских временах, о происхождении славян, о призвании варяг для княжения, о становлении династии Юрийковичей, о крещении Руси и становлении государства. Основную часть составляет описание жизни князей – Олега, Владимира, Ольги, Ярослава Мудрого и других, описание жизни святых, а также истории о завоеваниях и великих русских героях. Заключительная часть посвящена описанию многочисленных походов, войн и сражений. Также в ней содержатся княжеские некрологи. Помимо исторического значения, летопись также была юридическим документом, так как содержала некоторые своды законов и наставления великих князей, например, по учению Владимира Мономаха. После написания Нестор и другие монахи несколько раз перерабатывали летопись, позднее сам автор добавил в нее христианскую идеологию, и уже эта редакция 1037 года считалась окончательной. Повесть, составленная Нестором, считается первой русской летописью. Преподобный глубоко ценил истинное знание. Великая бывает польза от учения книжного, говорил он, ибо от книжных слов обретаем мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души, ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. Умер Нестор в 1114 году, похоронен в пещерах Антония Печерского. Ученые и по сей день черпают знания о жизни Руси из повести временных лет.